Привет, друзья и гости моего канала! Сегодня у меня первое свободное утро. Свободное, в смысле свободное. Ура, свобода! Закончилась моя изоляция. Наконец-то я смогу сегодня поехать и в магазин, и к козам, и жду гостей. Вчера весь вечер занималась уборочкой. Всё тут порядковала, убирала. А теперь буду лакомство, тортик для гостей готовить, йогуртовый. Сильно мудрить ничего не буду, только желатин, банан и вот такой вот питьевой йогурт с фруктами. Поехали! Две столовые ложки желатина залила водой и дам ему постоять. Пока я нарезала свои фрукты, набух мой желатин, и теперь я его растопила на медленном огне. Буду соединять йогурт, медленно вливать желатин и всё размешивать. Формочку смазала подсолнечным маслом. Теперь распределяю все мои фрукты, бананы. Решила дорезать ещё персимона, чтобы это веселее выглядело. Очень много получилось фруктов, надеюсь, не переборщила. Осталось всё залить приготовленным йогуртом. А теперь всё отправлю в холодильник. Конечно, лучше, чтобы он постоял всю ночь. Но у меня получится до обеда несколько часов. Из остатков хурмы себе приготовила завтрак. Тут 200 грамм зернистого творога, чёрный кофе с молоком. Как же я соскучилась по своей живности! Да, Тайгулька? Заскучала, хоть пообщаюсь немножечко. Тайгулька вроде немножко округлилась, но по крайней мере мне так кажется. Ну и погодка. Дождь как из ведра валит. Курочки мои тут лазят, гуляют. Смотрю, петухи подросли. Многих из них... Многих из них можно будет уже скоро убирать. Подъедает Тайга капустку. Капустка, морковочка, вкусняшки всякие. Ну и думаю на днях убрать этого парня. Ну не совсем парня. Оно! Наш кастрат. Всё-таки 9 месяцев. Нету смысла, я думаю, тут его дольше держать. Тем более корма я покупаю. Сено, зерно. Поэтому пора уменьшать поголовье. И Лупис наш парень на расхват. Приезжала к нему одна невеста, вторая напрашивается. И третья. Ну посмотрим, как тут получится. Вроде получается у него всё. Пришла вообще а ты моя девочка. Да? Или не пришла? Курочки мои очень ужасно несутся. Практически не несутся. Одно-два яйца в день. Я так думаю, что это просто они отдыхают. Период линьки. Ну и плюс погода стала попрохладнее. Ну очень надеюсь, что может как-то молотки начнут нестись. Построилась, что эта красота вроде петух. Такой интересный, чёрный. Но ещё попробую. Может получится продать его. Жалко на мясо резать. Такой цвет необычный. Он из зелёного яйца вылупился. Так что свою генетику будет курочкам передавать. Козы мои теперь уже не гуляют. Больше времени проводят в хлеву. И чаще всего ездим мы к ним один раз в день. Приезжаю, насыпаю много еды, сена, вода. Всё оставляю. И бывают здесь. Ещё козы мои холода, так сказать, не боятся. Но лисичку мы боимся, потому что она тут ночует рядом. Вот недавно муж выезжает. Остановил его сосед. Говорит, ты кур закрывай. Потому что опять видел, около тебя лисичка гуляет. Так что сезон, можно сказать, уже закрыт. Ну а Смайл, смотрю, всех долбит. Пока стоишь около него, он так ещё себя контролирует. Но если отойти, сразу же гоняет и Смайла, и Тайгу. Сразу же рогами, без разбора. Ну поэтому... Скоро придёт его час. Дверь на улицу открыта, а все толпятся здесь. Кто перекусить пришёл, кто погреться. А кто у курочек... Ой, у курочек, у козочек что-нибудь вкусного своровать. К сожалению, в этом году много овощей у меня нет. Овощами я сильно не балую, особенно кур. Козам больше достаётся. Может, будут какие-то скидки. Тогда больше закуплюсь. Может, ещё успею яблочек набрать. Но погода такая ужасная, дождливая. Если честно, я побаиваюсь... Побаиваюсь гулять сильно. Боюсь, чтобы опять какие-нибудь осложнения не пошли после коронавируса. Вот сын пару дней в школу походил, и опять с температурой. Так что... А я болеть не хочу. Теперь жду. Нового года, праздников предновогодних. Будем отдыхать. Надеюсь, что будет снег. Сможем с детьми погулять и с горки покататься. Какой ты красавчик у меня вырос. Симпатяшка, симпатяшка. Ну, вот и моя пушулька. Облачко. Опять же, сейчас кто увидит... Заводчики морских свинок меня тапками закидают. Ой. Короче, живем мы в таком большом вольере временно. Все еще живем тут. Ладят они хорошо между собой. Места много. Если что, и свинки спрятаться могут, и кролик. Одним словом, друг друга не обижают. Ну и, наверное, до весны они будут так антоваться. Ну и понагородила я тут баррикад. Просто стала переживать, что собаки мои здесь по малине гуляют. И боюсь, что к весне просто она не взойдет. Потом, конечно, что-то покрасивее организую. Но это такое временное, временное баррикадо. Да, делал муж пристроечку такую небольшую к нашей дровотне. Теперь можно будет велосипеды поставить. Все такие вещи не очень нужные сложить. Ну и также альфа-будку поставим под крышу. Здесь, я думаю, будет теплее. Вчера утеплил ее немножко. Осталось только соломой заложить. Рыбочки мои еще все в бассейне. Стали менее общительные. Не очень хотят выплывать. Но подросли, очень подросли за лето. Ну и все еще клубничка в парнике растет. Растет, если без морозов еще неделька продержится. Надеюсь, доспеет. Ну что, покажешь, как ты там едешь? О, и Макс побежал к Роберту. Макс всегда к нам приходит. Каждый день мы его угощаем вкусняшками. Какой-нибудь вкусненькой косточкой. Чем-нибудь. Очень любит с детьми играть. Подышать воздухом надо. Да. А так хоть приходит Максик, и есть повод выйти. Поноситься тут вместе с ним. Альф наш немножко волнуется. Ему не очень нравится, что приходит Макс. Ну, тебе повезло больше. Тебя-то с приюта когда-то в свое время забрали. Дай, собака. Да. Да. Субтитры сделал DimaTorzok